Всем привет, с вами Мисс Апаш. Сегодня в теме трогательная история Мимира и Сигрун, которая имела продолжение после завершения сюжета Диоси Вальгала. В этом видео собраны все их диалоги, включая секретную концовку, которую можно увидеть не раньше 15-18 цикла прохождения. Но сначала немного предыстории. У Мимира и Сигрунда Вальгалы состоялся разговор, который очень её огорчил. Вальгала впитывает память тех, кто входит. Там ты открытая книга. Точно хочешь рискнуть? Как ты вообще прошёл ворота? Я их выломал. Голыми руками. Он их выломал. Если уж ты решился, есть более лёгкий путь. Идём. Сигрун, может мы с тобой потом продолжим тот разговор? Знаешь, Мимир, ты сказал достаточно. А, ну ладно. Тем не менее, Сигрун спасёт Кратоса и Мимира, подвергая опасности свою жизнь, когда Кратос совершит ошибку. Помимо всех диалогов Мимира и Сигрун после сюжета, здесь вы также узнаете, на что обиделась Сигрун и ждёт ли её расплата за спасение Кратоса и Мимира. Это видео, по сути, будет игрофильмом. А теперь смотрим. А я на этом прощаюсь, чтобы не мешать. Не забывайте, что у меня есть одноимённые каналы на Дзене, Рутюбе и Телеграм-канал. Но не забудьте оценить мой труд лайком и подпиской. Удачи вам и до встречи. Мимир, Мимир. Что это? Нет. Нет! Вытащи меня! Брат! Что это? Помоги! Вытвоюсь! Брат! Спаси! Прошу! Не волнуйся! Мы просто вернёмся к воротам! Это вряд ли! По-моему, в Вальгале что-то сломалось! Всё, брат, это конец! Придётся вас спасать! Сигрун! Милая, ты горишь! Потому что мне здесь не место! О, Гори, Метал! Мимир! О нет, бедняжка, я к тебе. Зря ты вмешалась. Нам не заживет, а на вас с Кратосом нет. Но вы целы. Сигрун, прости. Я такой дурак, я... Потом, милый. Да я дышусь. Мы навеки у тебя в долгу. А я навеки в долгу у вас. Я в этом не уверена. Кратос, вперед. Возвращайтесь. И делайте, что должно. А теперь вернемся к Сигрун и твоей низкой самооценке. Послушай, брат, я не стану извиняться за то, что желаю ей найти себе достоиную пану. Она заслуживает лучшего. А умнейшего из живущих она, значит, не заслужила. Порой мне кажется, ты слишком признан. И я перешел черту. Нет, нет, Кратос. Я понимаю, о чем ты. И честно сказать, если я в самом деле прав, то почему я тогда так зол на себя? Мне до сих пор совестно из-за того, что Сигрун пострадала, спасая нас. И повредила свою связь с Вальгалой. Что еще страшнее? Будут какие-то последствия, помимо ее ран. Я не могу дать тебе однозначного ответа. Но теперь я определенно начну переживать. Спасибо большое. Мимир, ты слышишь меня? Мой голос пробился? Сигрун? Да, здравствуй. А как ты с нами... Как давно ты можешь... Мне нужно кое-что сказать. Вальгала недовольна мной. Она жаждет покаяния. Испытания, которыми я докажу свою верность. Я не знаю, что делать. Надеюсь, мы сможем это обсудить. Ага. Давай. Как помрем. Или как у Кратоса заболит голова. Сигрун, почему Вальгала сомневается в твоей верности? Я вообще ни сном, ни духом. Да. Ведь вы живы. А я больше не мучаюсь от боли. Но мой переход повлек за собой последствия. Вальгала наказала меня. Теперь я не смогу войти. Если честно, не уверена, что она и после смерти меня пустит. Что? Быть не может. Если кто и достоин Вальгала, так это ты. Ты не могла пожертвовать этим ради меня. Это не честно. Я сама виновата. Когда делаешь то, что считаешь правильным в душе, результат может тебя удивить. Это не значит, что решение было неверным. Довольно. Мы и так уже достаточно задержали Кратоса. Так что идите. Поговорим потом. Мимир, я очень много думала о том, чего мне будет стоить пройти испытание, чтобы доказать свою верность Вальгане. И я задалась вопросом. Я люблю это место. Но неужели для меня нет ничего важнее? И если я не могу на него ответить, значит, я еще не готова сделать этот выбор. Думай столько, сколько потребуется. Не переживай. Если Вальгала не твоя мечта, значит, у тебя есть редкий шанс пересмотреть свои приоритеты. Я рада твоим словам. Мимир, я тут подумала. Помнишь, ты сказал, что не смог бы дать мне того, что мне нужно? Да. Я просто пытаюсь понять, что ты имел в виду. Я знаю, ты ничего не говоришь просто так, даже если сам сначала не понимаешь причин. Но кажется, я догадалась. Дело не в том, что в тебе чего-то не хватает, а в том, что никто не может дать того, что мне нужно для счастья. Даже Вальгала. Это то, что я должна обрести сама. А для этого? Тебе надо найти себя, верно? Это то, что я имел в виду? А я умен, да? Думаю, теперь ты видишь. Вальгала знает, как заставить тебя понять то, что нужно. Может, она и сейчас сделает это со мной. Ставит такие условия, чтобы я засомневалась. Когда-то давно я полностью посвятила себя любви. И это уничтожило мой дом и семью. Потом я отдала себя служению Вальгальной и обрела семью среди своих сестер. но вдруг мой путь здесь не кончается. Пришло мне время наконец-то найти свою дорогу. И не по воле Вальгалы или Фрей, или твоей, милой, а по своей. Да, любовь моя. А где же Сигрун? Я надеялся, мы поговорим? У меня такое чувство, что Сигрун не хочет брать меня с собой. Ты же понимал это. Разве? Ты знаешь, что за путь ей нужно пройти. Ты его прошел, и я прошел. На этом пути ты узнаешь, что тебе нужно, и проходишь его в одиночку. Ты прав. Я поддался слабости. Даже сейчас какая-то часть меня хочет сказать, как сильно я ее люблю и умолять остаться. Но это просто эгоизм, недостойное поведение. У вас получается все лучше. Вы смогли пробраться глубже воль... Сигрун, впереди ждет решение, которое никто, кроме тебя, не может принять. Я всегда буду рядом, если понадоблюсь. А если будет нужно, чтобы я отпустил тебя, я, черт возьми, придумаю как. Но чтобы не ждало тебя, прошу, хоть раз подумай о себе. Ты больше, чем твой титул, твоя должность, твое дело. Скорее бы увидеть, кем еще ты можешь стать. Я так рада, что ты понимаешь. Теперь, когда Кратос нашел ответы на свои вопросы, полагаю, мне здесь сделать нечего. Ведутся приготовления. Пожалуйста, не прекращайте свои поиски. Обещаю, я не исчезну. Мимис, Кратос, скоро мне пора отправляться. Вальгала вам обоим уже давно знакома. Вы можете вернуться, когда пожелаете. Я буду ждать вас наберег. Мы там будем, Сигрун. Ты в порядке? Да, брат. У меня страшно болит орган, которого больше нет, но... Чем скорее она уедет, тем скорее вернется. Спасибо, что присмотрели за ним. И спасибо вам, моя госпожа. Моя сестра, Сигрун. Как бы ты себя не звала, Валькирией, Воительницей, еще кем-то, я всегда буду твоей сестрой. Ты меня слышишь? Я слышу. Значит, это все? До встречи. Когда бы она не случилась. Хорошо. То есть, я буду скучать по тебе невыразимо, но кем мы были, кем не были, кем могли бы стать, если бы время было не... Знай, все это имело значение. Ты помогла мне стать тем, кем я хочу быть. И я в ответ хочу для тебя всего. Не могу даже представить мир, в котором я не была бы под для тебя, любимая. Но позволь мне вернуться к тебе целым. Такой, которая сама без подсказок знает, что ей нужно, чтобы быть счастливой. Узнать себя получше твое право. Ведь узнать тебя это величайшее наслаждение. Прощай, Сигрон. Удачи. Прощай, любимая. Прощай, любимая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова